Турция может войти в Израиль, как она это сделала в прошлом, в Ливии и на Горном Карабахе, заявил Реджеп Таип Эрдоган. Турецкий лидер, критикующий израильское наступление в Газе, упомянул Израиль в своей речи, восхваляющей оборонную промышленность страны. Эрдоган не уточнил, какого рода вмешательства он предлагает. «Мы должны быть сильными, чтобы Израиль не мог делать эти ужасные вещи с Палестиной. Точно так же, как мы вошли в Карабах, точно так же, как мы вошли в Ливию, мы могли бы сделать то же самое с ними. Нет причин, по которым мы не можем этого сделать». В 2020 году Турция направила военных в Ливию для поддержки признанного ООН правительства национального согласия Ливии. Турция при этом отрицает какую-либо прямую роль в военных операциях Азербайджана в Нагорном Карабахе, но в прошлом году заявила, что использует все средства для поддержки своего союзника. Израиль на заявление Эрдоган отреагировал быстро. Глава МИД Израиля Исраиль Кац в социальной сети X заявил, что Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна. Между тем, в понедельник сотни людей собрались в израильском городе Мадждаль-Шамс на голландских высотах на похороны последнего из 12 подростков, погибших в результате ракетного обстрела в субботу. Армия обороны Израиля заявила, что за обстрелом стоит ливанская Хизбаллах. Поддерживаемая Ираном группировка заявила, что не имеет отношения к этому удару. В США в ударе по голландским высотам также обвинили Хизбаллах. «Хватит войн и страданий. Это трагедия, которая поразила нас. Она потрясла наши сердца, потрясла весь мир. С нас хватит. Мы надеемся, что война закончится». Субботняя атака вызвала новые опасения по поводу эскалации конфликта между Израилем и ливанской вооружённой группировкой. В понедельник место трагедии посетил министр обороны Израиля Юаф Галланд. «Мы сделаем всё, чтобы восстановить безопасность и позволить жизни продолжаться так, как она должна идти. А Хизбаллах заплатит за это и за всё остальное». Глава МИД Ливана Абдалабу Хабиб заявил, что ведётся серьёзная дипломатическая работа, чтобы ответные действия Израиля не привели к полномасштабной войне. В понедельник министр иностранных дел Ливана также встретился с представителем Хизбаллаха. В ночь на воскресенье израильская армия обстреляла территорию Ливана. В ЦАХА утверждают, что нанесли удары по оружейным складам и инфраструктуре Хизбаллах. В понедельник на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника погибли два человека и ещё трое были ранены.